Счастливая случайность уберегла семью Фольковых в апрельский вечер от возможной гибели в собственном доме. Накануне они уехали погостить к родителям, а присматривать за домом оставили сушку. Нового члена семьи – щенка. Оставшись один щенок, по словам семьи, почувствовал неладное. Почувствовала, потому что все соседи напротив позвонили и сказали, я у вас… Позвонили и сказали, собака кричит. Мы пошли, мужа и отправила туда. Я думала, кричит, может, кушать хочет. Всё, он пошёл накормить её. Уже когда глава семейства вернулся домой, поступил второй звонок от соседей. Речь шла уже не о щенке, а горит дом. Приехали туда, но там уже всё сгорело, толпа была, там, ну, уже ничего не выносить. Я сразу в обратно забежала и в дом попыталась зайти, чтобы, ну, вытащить хотя бы чего-нибудь. Вытащила, смогла документы, паспорт только вчера, когда ездили домой туда, заходили, паспорт вчера только нашла. И то там, ну, там вот… По словам Яны и её мамы, произошло всё из-за соседки. В тот вечер та затопила баню на своём участке, но уснула. Далее случилось возгорание, и огонь перебросился на половину дома Фольковых, захватив и соседский дом. Погорельцы утверждают, что соседка периодически выпивает, а они не раз вызывали полицию. Шум гулянок мешал детям спать по ночам. Соседи подбежали, вот эти, с какой стороны пожар произошёл, начали. Ой, Яна говорит, прости меня. Я говорю, ну, прости, а куда с домами, а детьми-то сейчас? Родители, вы сами видите, небольшое помещение. И где жить, и как вообще сейчас, что? А если бы мы спали? А у меня как раз ребятёшки ложатся спать-то уже в девятом часу, что без проблем у нас нету ничего такого. В девять, в десятом. А если бы они не проснулись? В данный момент идёт следствие, и выясняются причины пожара. Некоторые неравнодушные люди уже начинают помогать погорельцам, приносят одежду для детей, а также продукты. Женщина приезжала, у ребятёшек даже обуви нету. Ну, в чём приехали сюда, к родителям были, вот у них всё. Курточки, сапожки, всё. Всё, больше ничего нет. В чём приехали дети в гости? Женщина вчера и мне дали вещи, продукты, масло, вот это всё дали. Если вы хотите помочь семье, оставшейся без крыши над головой, без средств и одежды, то на экране вы видите всю контактную информацию. По крайней мере, Фальковы почувствуют, что они не одни в своём несчастье. Павел Баев, Александр Киселёв, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Курганру. Павел Баев, Александр Киселёв, Лидия Кайгородцева.